Отстрел ястребов армейцы повели в финальной серии КХЛ. Поражение во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ может сильно осложнить жизнь авангарду в борьбе за главный трофей сезона Кубок Гагарина. По мнению экспертов, в случае двух домашних побед на старте ЦСКА будет иметь серьезное психологическое преимущество и практически обеспечит себе долгожданный триумф. За 10 лет существования КХЛ армейцы два раза доходили до финала, но оба раза терпели поражение, в 2016 году уступив Металлургу 3 к 4, а в 2018 Макбарсу 1 к 4. Авангард также ни разу не становился триумфатором Кубка Гагарина. Пока лучший результат омского клуба выход в финал в 2012 году, где команда уступила столичному Динамо 3 к 4. Никто никого жалеть не будет. Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков решающий серии плей-офф с авангардом. В субботу московская и омская команды дали старт главному противостоянию этого сезона. На своей домашней арене на автозаводской ЦСКА одержал победу со счетом 5 к 2. Обе команды показали хорошие скорости и желание бороться до конца, но ЦСКА лучше реализовывал свои моменты, поделился с известиями бывший главный тренер авангарда Федор Канарейкин. Эти два коллектива играют в более-менее похожий силовой хоккей с большим количеством борьбы, давления и активности на пятаке. Поэтому здесь многое решат нюансы. У ЦСКА чуть поглубже скамейка, поэтому авангарду надо бережнее относиться к своим моментам, а также поменьше ошибаться в обороне. Если они выиграют второй матч, шанс на победу в серии у них будет хороший. Если нет, то отыграться с 0-2 будет крайне сложно. В составе ЦСКА уже на второй минуте счет открыл Андрей Светлаков, а через 6 минут преимущество удвоил Алексей Марченко. В начале второго периода судьи не засчитали гол авангарда. Кади Францан удачно бросил от лицевого борта, и шайба рикошетом от ноги Андрея Стаса попала в ворота армейцев. По нынешним правилам Международной Федерации Хоккея, их, такое касание ногой считается нарушением. Однако в НХЛ подобные голы засчитываются. Субботний эпизод вновь обострил дискуссии относительно того, что необходимо устанавливать единые правила во всех турнирах и трактовать их в пользу зрелищности и атакующей стороны. Надо договариваться с их в обезменениях в правилах, заявил известием двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. Из-за того, что не засчитывают подобные голы, теряется зрелищность. Не говоря уже об интриге. Стань счет один к двум, у Авангарда был бы шанс отыграться, а так ЦСКА спокойно добила мячей. Правила меняются каждый сезон, и болельщики уже запутались в том, когда надо засчитывать шайбу, а когда нет. Армия и Авангард, московский и омский клубы встретятся в финале КХЛ. Хоккеисты ЦСКА готовятся к жесткой битве с ястребами за Кубок Гагарина. Лучшим игроком первого матча стал нападающий ЦСКА Михаил Григоренко. Олимпийский чемпион 2018 сделал хет-трик. Ястребы ответили лишь шайбами Сергея Шумакова и Виктора Стольберга. «Мы стараемся хорошо обороняться, блокировать броски и выводить шайбу из зоны», – сказал Михаил Григоренко. «Здорово, что мне удалось забросить три шайбы, но главное, что мы выиграли. Смогли реализовать свои моменты, это стало главным, благодаря чему победили. Все играют на пределе своих возможностей, даже когда не остается сил. В финале Кубка Гагарина всегда много адреналина. Уверен, дальше обе команды также будут биться до конца. «ЦСКА» и «Авангард» показывают высокий темп игры, отмечают эксперты. Им не помешали даже напряженные серии в финалах конференций. «ЦСКА» завершил противостояние с «Петербургским СКА» за четыре дня до старта финала плей-офф, одержав в решающей, седьмой встрече победу со счетом 3 к 1. А «Авангард» днем ранее закончил серию с уфимским Салаватом Юлаевым на шестом матче, 1-2.0. Последние игры с башкерским клубом «Амичи» провели с двумя и более дополнительными 20-минутками. Пятую встречу они проиграли во втором овертайме, 2 к 3, а шестую выиграли в третьем. «У нас бывает, что в сентябре три игры проведут и уже начинают говорить, что ребята устали», сказал известием чемпион мира 1993 в составе сборной России Алексей Яшин. «Это сезон, и нужно выдерживать столько игр, сколько есть». Ребята к этому готовились все лето. Второй матч серии пройдет в понедельник на ЦСКА-арене. Он начнется в 19.30. Третья и четвертая встречи состоятся в среду и пятницу в Балашихе. Именно в Подмосковье в нынешнем и следующем сезонах проводят домашние матчи «Авангард». Субтитры дополнительные матчи «Авангард». Продолжение следует...